Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. И продолжаем серию. Я надеюсь, что я сейчас буду включаться каждый день и рассказывать вам что-то полезное. Сегодня про ответственность за результат клиента. Вспомните, вы не боги, и вы не можете нести ответственность за результат клиента. Вы не можете гарантировать ему какой-то результат. Но вас учат в университете говорить именно так. Вас в университете учат говорить про то, что вы перекладываете ответственность за результат на клиента. На самом деле это не совсем правильно, потому что мы несем ответственность за свою работу перед клиентом. И мы несем эту ответственность перед клиентом. И мы говорим про то, что мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы прийти вот к такому результату. Мы говорим клиенту про результат нашей работы. Что делают психологи, которые работают и не говорят про результат? Они снимают в себя вообще полную ответственность, в том числе за свою работу, которая получается, что вот один раз встретились, что-то получилось, там не получилось у клиента. Ну то есть я вообще не понимаю, как психологи встречаются, вот эти вот разовые встречи проходят. И где там ответственность может быть вообще? Где там может быть ответственность у клиента? Где там может быть ответственность у психолога у самого? Который раз встретился и на следующей неделе вообще забыл про то, что клиент у него есть и придет, он не придет, вообще неизвестно. Еще раз, я продаю три месяца поддержки. И я три месяца, я с клиентом, три месяца я иду к его результату, к той цели, которую он ставит. И я работаю на эту цель, и я делаю все, что в моих силах для того, чтобы клиент пришел к этой цели. И я говорю про это клиенту, и я транслирую это клиенту. И я транслирую не просто это словами, а я транслирую всей своей включенностью в клиента. Я сопровождаю его, я поддерживаю его, я задаю вопросы. Это ни в коем случае не значит, что разовые консультации бесполезны. В каких-то случаях, я уже рассказывала, разовые консультации приносят пользу, если человек приходит с определенной целью, точечно очень. Но в то же время, еще раз, я за то, чтобы создавать длительные отношения, за то, чтобы вы выходили на уровень длительных отношений с вашими клиентами. И в американской, я была на конференции в Америке, сколько, 3-4 года назад, когда, и они сказали нам, что 10 встреч — это краткосрочная терапия. Это не длительная терапия, эта терапия называется краткосрочная, ну то есть она очень-очень маленькая. И они работают действительно годами для того, чтобы изменить свою психологию восприятия, восприятие реальности, восприятие отношения к прошлому или восприятие отношения к будущему, к себе настоящему, к отношениям окружающих их людей. Поэтому ответственность. Решите сами для себя. В чем ваша ответственность перед клиентом? Боитесь ли вы взять эту ответственность на 3 месяца работы, на 6 месяцев работы, на 1 год работы перед клиентом? И гарантировать ему результат. Еще раз про гарантии. Вы можете гарантировать свою включенность. Вы можете гарантировать то, что вы направите все свои усилия, и, как говорят англичане, I do my best для того, чтобы клиент получил тот результат, к которому он идет. Но остальная часть пути — это работа клиента. Мне рассказала клиентка одна очень хорошая история. Она сказала, что когда есть между вами 10 шагов, то вы делаете всего 5 шагов. Остальные 5 шагов делает навстречу вам человек. Понимаете, вы не делаете 6, вы не делаете 7 шагов. Эти 5 шагов, они 5 шагов человека, другого человека, вашего клиента. Но 5 шагов делаете вы навстречу. И вы несете ответственность за свои 5 шагов. А клиент несет ответственность за свои 5 шагов. И в момент встречи именно происходит как раз достижение того результата, к которому стремился клиент, к которому он готов прийти. Потому что помните еще про то, что у клиента есть сопротивление. и насколько клиент готов сам с этим сопротивлением справиться, конечно же, это его пять шагов. Поэтому, коллеги, несите ответственность за свои пять шагов и дайте ответственность клиенту за его пять шагов. На сегодня всё. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и помните про то, что всегда есть возможность записаться ко мне на бесплатную консультацию, если вы решились зарабатывать 300-500 тысяч рублей. Семь ромашек! Счастливо!